Торпедовцы в очередном гостевом поединке вновь не смогли добыть очки. Подопечные Евгения Дурнева на выезде уступили Ярославскому Шиннику. В итоге мы на 16-м вести турнирной таблице. Все подробности матча в репортаже наших коллег. По большому счету Шинник не испытал проблем в этом матче. Ярославцы всю игру доминировали на поле. Гости лишь изредка огрызались, поэтому результат на табло после финального свистка не удивил никого. Ни зрителей, ни тренеров. Мы сегодня во многих компонентах проиграли. Моментов каких-то голевых у нас не было. Так, полумоменты. Я думаю, что счет закономерен. Банально даже мяч передаем друг другу и все не точно. На правах хозяина и фаворита этого противостояния Шинник с первых минут начал терзать оборону соперника. Но свое преимущество ярославцы довели до гола только под занавес первого тайма. Счет открыл Артур Саркисов. После перерыва игра не изменилась. Шинник продолжал доминировать. Вдобавок к этому получил травму капитан Владимирской команды. Ему рассекли бровь. Судья ничего там не увидел. Человеку рассекают бровь. Да можно. У нас вообще сейчас такая странно все происходит. В Мордовии ноги ломают. Желтая карточка. В кровь лицо разбивают. Желтая карточка. А за что удалять-то? За какие-то, не дай бог, смертельные исходы, что ли? Пока капитану торпеда оказывали помощь, Шинник отличился вновь. И снова мяч в ворота гостей забил Саркисов, установив окончательный счет в этой встрече. К слову, Артур в этом матче выделялся на поле, но до финального свистка не доиграл. В концовке главный тренер решил заменить героя матча. Извинился за то, что не позволил ему сделать хет-трик, потому что за те 10 минут, наверное, он мог это сделать. Он очень это хотел, но дело в том, что надо давать игровую практику Архипову. Впрочем, моменты для хет-трика у Саркисова были. И очень хорошие. Артур мог забить не только третий, но и четвертый гол. Но шансами так и не воспользовался. В итоге 2-0. Шинник поднимается на вторую строчку и готовится к выездному турне. Впереди три гости в их матче. А торпеда опускается еще ниже в турнирной таблице. На 16-е место. Владимир Веселовский, Николай Лебедев. Вести Ярославль.